МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы продолжаем цикл наших телевизионных передач «История российской армии» и с вами я, писатель-историк Владимир Шигин. Мы в прошлой нашей передаче начали рассказ о русско-турецкой войне 1828-1829 годов, рассказали о предпосылках этой войны, о том, как эта война началась, о первых победах нашего флота, о штурме и взятии Анапы, о штурме, осаде и взятии Варны, о действиях Черноморского флота в начальный период войны нашей экспедиции к Пендераклии, о взятии порта на Румелийском побережье, уже в непосредственной близости от Босфора, это Сизопля, и закончили разговор о том, что в мае 1829 года адмирал Грей, командующий Черноморским флотом, выслал из Сизопля очередной отряд судов для блокады Босфора, для разведки Босфора в составе трех вемпелов. Это фрегат «Штандарт», это бриги «Орфей» и бриг «Меркурий». Наверное, нет у нас в России такого человека, кто бы ни, если не бывал, то хотя бы не знал и не любил такой город, как Севастополь, город русской воинской славы, наш главный форпост на юге страны, расположенный на юго-западной оконечности Крыма. И вот кто любит Россию, флот, кто чтит традиции и кто бы бывал в Севастополе, наверняка были в центре города и поднимались с площади Нахимова на несколько пролетов по ступенькам на Матросский бульвар и видели, что в начале этого бульвара стоит очень необычный символический памятник. Бульвар небольшой, он такой, значит, туристы не очень туда любят ходить, но те, кто там бывал, а сейчас его реконструировали, конечно, он оставляет очень неизгладимое впечатление. Вот в начале Матросского бульвара, до революции назывался Мичманский бульвар, стоит небольшая усеченная пирамида. Эту пирамиду венчает медная древняя галера, стилизованная, под которой находятся два барельефа. Один барельеф посвящен богине Ники, богине Победы античной, и второй барельеф богу торговли Меркурию. И надпись, надпись очень лаконичная, надпись гласит «Казарскому, точка, потомству в пример». И вот этот памятник является первым памятником вообще на территории Севастополя, поставленным еще в царство Николая I, и в продолжении нашего разговора мы как раз будем говорить о Александре Ивановиче Казарском, в честь которого поставлен этот памятник, и почему вот эта надпись гласит «Потомству в пример». Вначале познакомимся с, ну, скажем, начальной биографией Казарского, чтобы представлять себе, что это был за человек. Родился Александр Иванович в 1798 году в маленьком белорусском местечке Дуброво в дворянской семье, но очень бедной и достаточной семье. Отец у него имел чин отставного губернского секретаря по табелю о рангах российскому. Чин губернского секретаря соответствовал поручику, то есть это 12 класс, всего было 14 классов, 14 самый нижний, да, ну, то есть два класса снизу вверх. Это не так уж много, поэтому, значит, особой карьеры отец Казарского, как мы понимаем, не сделал. Причем семья была достаточно большая, пять детей, братьев и сестер, вот Казарский был старше. Ну, образование какое он мог получить? Он закончил церковно-приходскую школу, где обучили его там грамоте, да, какому-то счету начальному, вот, и неизвестно, как бы его жизнь сложилась, если бы в 1808 году в Дуброво не приехал двоюродный брат отца Казарского, Василий Семенович Казарский, который уже имел чин надворного советника, это бы уже по табелю о рангах значительно выше и соответствовал званию подполковника. Но еще более примечательно, что Василий Семенович был чиновником Черноморского интенданства, то есть, значит, трудился в тыловых органах Черноморского флота и имел очень хорошие связи, как каждый тыловик имеет. Вот поэтому, поглядев на, как сказать, нищету жизни своего кузена, он, значит, решил ему помочь и сказал, что он готов пристроить старшего сына Александра на учебу в штурманское училище в Николаеве. Ну, выбора особого не было у отца, и тогда же, значит, вот Василий Семенович увез маленького Сашу, значит, десятилетнего, в Николаев, где, используя свои связи, он его устроил, значит, кадетом вот в Николаевское штурманское, это назвалось еще так официально, Черноморское штурманское училище. Вот, и любопытно, что впоследствии Казарский будет вспоминать о прощании с отцом, и когда на прощание отец ему сказал, что честное имя Саша – это единственное, что я оставляю тебе в наследство. То есть вот так было сказано. Ну, и на самом деле, уже по прошествии много времени, уже через много лет, Казарский, заполняя свой служебный фольмон, формуляр, там была графа, в которой значилось, какое движимое и недвижимое имущество за собой имеет. Так вот, в этой графе даже тогда он написал коротко – не имею. То есть, ну, фактически всю свою службу он, как сказать, трудился за оклады, не имея никаких там дополнительных каких-то доходов. Учился Казарский неплохо в училище, и в августе 1813-го был уже произведен в такой первой, значит, звание предофицерское, получил звание Гардемарина Черноморского флота, и уже после окончания теоретического курса в училище плавал на бригантинах Черноморского флота Десна и Клеопатра. Это были вспомогательные маленькие суда, но для приобретения морских навыков будущего офицера это было как раз то, что надо. На маленьких судах и вообще на маленьких кораблях офицеры морские быстрее приобретают самостоятельность в управлении, в принятии решений, чем когда они находятся сразу на больших кораблях и, как сказать, над ними давлеет большое количество начальников. А тут, в общем-то, они предоставлены зачастую сами себе. В 1814 году Казарский получает чин Мичмана, что говорит о том, что, в общем-то, как сказать, вот этот год Гардемаринский, он прошел успешно и никаких нареканий со стороны начальников к нему не было. Но вот успешная служба сопровождалась большой трагедией в его семье. В 1812 году началось нашествие французов в Россию, армии Наполеона, и как раз армия Наполеона прошла через их территорию, через местечко Дуброво. Значит, само поместье небольшое, оно было сожжено. Вот. Затем была трагедия с сестрой Матрёной. Значит, она молодая, красивая девушка, и французские мародёры пытались её поймать и изнасиловать. Она от них убегала и добежала до реки, бросилась в реку и утонула. То есть вот такая вот семейная трагедия. Узнав об этом, значит, не выдержав, отец и тоже умер. Затем буквально через полгода, когда уже Дуброво было освобождено, вторая сестра Казарского Екатерина по такой страстной любви вышла замуж, обвенчалась с одним из наших офицеров. Человек оказался очень непорядочный, подлец. Оказалось, что он был уже женат. Это было двоежёнство, это был огромный позор. И вот Екатерина это тоже не выдержала и ушла в монастырь, постриглась в монахине. То есть вот у Казарского вот такая вот беда была в семье. Ну, единственное, что он мог, будучи мичманом, опять же через двоюродного дядюшку-интенданта, он забрал младшего брата и тоже его смог, они смогли устроить его в то же Черноморское штурманское училище, чтобы хоть как-то ему обеспечить какую-то его будущую жизнь, потому что там, конечно, в этом разорённом бедном поместье, ну, в общем-то, уже на этом пепелище делать было особенно нечего. Рассматривая, скажем так, служебный путь Казарского в служебном списке, общий морской список такой, вот там, конечно, очень любопытно, огромное количество кораблей, которые он менял по, так сказать, ступеням своей службы, то есть получая, ну, скажем так, разносторонний морской опыт, ну, потому что корабли выполняли разные задачи, я их только перечислю, не вдаваясь уже в подробности. Итак, Шхуна-Севастополь, транспорт-Ингул, транспорт-соперник, катер-Сокол, брик-Меркурий, затем следует император Франц, линейный корабль, на котором Казарский уже получает чин лейтенанта, затем снова Меркурий, он служит уже первым лейтенантом, то есть старшим офицером, и в 1826 году лейтенант Казарский получает под командование транспорт-соперник. Это был небольшой транспорт для снабжения войск и достаточно успешно им командовал. Вот как выглядел Александр Иванович, у нас сохранилось, к счастью, описание его внешности и даже там любопытных привычек, которые в свое время опубликовала в журнале «Русская старина», знакомая Казарского Елизавета Фареникова, жительница Николаева. Вот как она описывает Александра Ивановича, командира будущего Брига-Меркурий. «Молодой человек, невысокого роста, худенький, с темными волосами, прямым, умным, подвижным лицом, когда приезжал, всех обласкает, всю прислугу одарит подарками, живой говору, настряг, шутник, любезный со всеми, но не любил сидеть на одном месте, имел скорую походку, громкий смех, приятный собеседник». И она же описывает его такую любопытную привычку, это, значит, неустанное истребление изюма. То есть Казарский был такой, значит, большой сладкоежка, поэтому всегда у него был в кармане мундира небольшой мешочек с изюмом, и вот он его, значит, неустанно употреблял. Ну вот такое вот небольшое человеческое чудачество. Вот соперником, транспортом Казарский прокомандовал два года, это были непростые два года, как раз началась русско-турецкая война, причем на соперник был поставлен единорог на палубу, вот помимо, у него было несколько орудий для самообороны, на л.к. калибрях, ну вот был поставлен достаточно большой единорог, и с тем, чтобы использовать соперник как такое вспомогательное бомбардирское судно. Почему? Он имел небольшую относительно осадку, чтобы подходить, скажем так, к необорудованному побережью, выгружать на него грузы и перевозить там или высаживать войска. Поэтому его решили, что он мог подходить к береговой линии турок, там ближе, скажем, к приморским укреплениям турецким, и уже, значит, вести с ними, значит, перестрелку. Вот, первым таким испытанием и боевым крещением для Казарского стала блокада Анапы, вот, там транспорт соперник отличился, не только перевозя, значит, грузы по своей, скажем, по своему основному предназначению, но и выполнял еще задачи бомбардирского судна непрерывно в течение трех недель ведя вот эту дуэль с турецкими крепостными орудиями и, в общем-то, выполнил эту задачу успешно, практически не понеся никаких повреждений. Было 10 попаданий, но в основном в токеллаж они были достаточно оперативно исправлены. Вот за вот это вот первое отличное выполнение поставленной ему боевой задачи Казарский был вне линии за отличие произведен в следующий чин, чин капитан-лейтенанта. Затем вместе со всем Черноморским флотом соперник переходит уже к Варне и участвует в блокаде Варны тоже периодически осуществляя подходы на близкую дистанцию на мелководье крепости и вступая в бой уже с приморскими фортами ведя перестрелку. Одной задач было, конечно, у Казарского прикрывать еще огнем соперника осадные работы, отвлекать на себя огонь турок, давая возможность нашим саперам возводить шансы, шансы так называли тогда окопы, ближе и ближе к турецким крепостным стенам. Вот, тоже он, скажем так, проявил себя с наилучшей стороны, тем более, все это происходило на глазах императора Николая I, который все наблюдал, и именно по распоряжению, по указу Николая I, за доблесть, проявленную при осаде и бомбардировке Варны, Казарский был награжден очень престижной боевой наградой с золотой шпагой с надписью «За храбрость». Фактически, это была награда в равной степени с Георгиевским крестом. То есть, мы видим, что за, как сказать, две операции Казарский получает две высокие награды, а кроме этого, в виде поощрения он переходит уже с командования транспортом, переходит командовать и он назначает уже брига «Меркурий», которую он принимает у капитана-лейтенанта Стройникова, который, в свою очередь, уходит командовать фрегатом «Рафаил». Вот такая вот, значит, кадровая, значит, смена происходит и, значит, Казарский уже вступает на палубу «Меркурия», на котором он служил дважды ранее. Один раз служил мичманом, второй раз служил лейтенантом и теперь он вернулся третий раз на «Меркурий», но уже как командир брига. Вот, вступив в командование «Меркурия», «Казарский» практически сразу уходит в море, «Меркурий», будучи, скажем, таким кораблем, построенным именно для разведок, дозоров, не застаивался в Сизополе, а все время выполнял какие-то поручения. Вот в апреле 1828 года он, значит, совершает, значит, довольно большое плавание по Черному морю, доставляя грузы, затем, в том же апреле, он направляется на разведку к Босфору и во время вот этой разведки он перехватывает турецкое торговое судно и допрашивает шкипера. И шкипер ему докладывает о том, что рассказывает в Пендераклии, как раз вот в турецком порту достраивается сейчас большой лидейный корабль турецкий. Эту информацию Казарский в свою очередь докладывает командующему флотом адмиралу Грегу и вот после этого Грег предпринимает решение направить к Пендераклии это порт турецкий на Анталийском побережье отряд капитана первого ранга Скаловского для уничтожения вот этого линейного корабля. Таким образом, в общем-то в уничтожении линейного корабля и в успешном набеге на Пендераклию есть заслуга и Александра Ивановича Казарского который ну скажем вот раздобыл вот эти вот первые наиболее важные разведывательные сведения. Пока Казарский находится в море давайте познакомимся с самим Бригом Меркурий что он из себя представлял. Вообще Бриги это легкие парусные суда которые были вот мы уже говорили предназначены для дозорной и различного рода вспомогательной службы при линейных силах парусного флота. Бриг Меркурий был заложен на Севастопольской верфи в Севастопольском Адмиралтействе в конце 1819 года. Строу его известный тогда на Черном море корабельный мастер Иван Осьминский Особенностью важной я подчеркну и впоследствии это мы еще будем об этом говорить Особенностью Брига было то что его строили из крымского дуба то есть корпус судна был очень и очень крепкий Водоизмещение составляло 390 тонн но сегодня это конечно такое очень маленькое водоизмещение тогда это считалось вполне приемлемо для как раз судна данного класса 18 орудий было на вооружении причем эти 18 были коронады коронады это орудия достаточно большого калибра но с коротким стволом и предназначены для ближнего боя вот они в ближнем бою достаточно эффективно но бой на длинную дистанцию в них не вести из них в общем-то крайне неудобно и они наоборот неэффективны кроме от 18 коронад было еще два погодных орудия небольших которые могли ставиться значит их перетаскивали в зависимости от того откуда надо было вести огонь то есть на бак или стреляли с юта вот их матросы перетаскивали на руках таким образом 20 орудий из них 18 еще раз повторюсь коронад и два мелких орудия две мачты имел Меркурий это фок носовая мачта и основная мачта грот с прямым парусным вооружением особенностью Меркурия была маленькая осадка как раз мы уже говорили для того чтобы близко подходить к побережью но поэтому он еще имел помимо парусного вооружения еще 14 весел было дополнительно по 7 весел с каждого борта причем ряд историков иногда там изображают и описывают что якобы стояли какие-то банки ну банки по-морскому это скамейки на которых сидели гребцы и гребли на самом деле никаких банок на Меркурии не было а гребли стоя были специально значит вот эти отверстия для весел и вот значит ходили туда-сюда можно было некоторое время грести орудия тоже закрытых деков разумеется закрытых батарей на Меркурии не было вот а бывало только верхние они стояли на верхней палубе и поэтому даже эти порты ну это отверстия через которые стреляют орудия они не закрывались все время были открытыми и во время шторма они выполняли роль шпигатов то есть отверстия через которые выливается вода которая попадает на верхнюю палубу то есть сходит набегающая волна малая осадка конечно давала и определенные минусы то есть в открытом море на хорошей волне Меркурий конечно очень сильно качало поэтому условия бытовые были достаточно тяжелые общая парусность парусов составляла 856 метров но это никому ни о чем не говорит но просто как вот цифра относящаяся кораблю любопытно что из-за малой осадки тоже второй недостаток был Меркурий имел еще достаточно малый ход то есть он был судном тихоходном и поэтому использовать его для дальней разведки ну было достаточно рискованно хотя вот мы видим адмирал грейк его этот бриг посылал до скажем мая 1829 года достаточно успешно Меркурий это вообще бог торговли вот и на самом бриге была носовая фигура Меркурия это такой крылатый бог ну и возникает вопрос почему боевой корабль был назван богом торговли оказывается Меркурий назвали не в честь бога Меркурия а его назвали в честь катера парусного катера Балтийского флота который носил имя Меркурий этот катер Балтийского флота отличился во время русско-шведской войны 1788 90 годов под командованием лейтенанта Романа Кроуна когда в поединке один на один Кроун команды Меркурием захватил большой шведский 45-пушечный фрегат Венус и за этот флот кстати был назначен командиром Венуса и затем в следующем бою уже команды Венусом Кроун захватил опять в поединке турецкий линейный корабль Ритвизан и в награду был опять назначен его командиром таким образом фактически сам себя обеспечивал новыми должностями и новыми чинами и вот в этом определенная такая вот как сказать ирония судьбы значит такой о том что Бриг Меркурий названный в честь вот этого героического катера или как тогда говорили коттера значит Меркурий он фактически вскоре повторит его судьбу повторит его подвиг а теперь несколько слов о том кто служил на Бриге Меркурий то есть кто были эти люди которые вскоре совершат вот этот значит немыслимый для многих как сказать моряков всех стран подвиг значит команда Брига насчитывала 115 человек состояла на 5 офицеров 5 квартирмейстеров 36 матросов 43 рекрута вот это очень большой процент это практически половина команды рекруты и это добавляло конечно командиру определенной сложности рекруты они обучены не очень хорошо они малоопытные и за ними самими надо приглядывать чтобы они все делали и очень сложные маневры конечно имея такое количество рекрут на своем судне конечно казарскому выполнять было сложно кроме кроме этого еще имелись два барабанщика для подачи команд тревог флейтчик ну вот который в частности использовался во время гребли для создания определенного ритма гребли 9 бомбардиров и канониров то есть исходя значит на два орудия по одному артиллерийскому специалисту который непосредственно значит наводил орудие и значит производил значит выстрел остальные все значит вспомогательные операции уже выполняли значит обычные строевые матросы и 14 человек еще было представители таких вспомогательных специальностей которые нужны на каждом судне это плотник конопатчик коки ну и денщики офицеров каждый офицер имел по одному денщику мы уже сказали что пять офицеров было на береге Меркурий теперь давайте познакомимся с ними персонально я скажу что право это того стоит итак с Казарским Александром Ивановичем мы уже знакомы вторым по списку и по должности был лейтенант Федор Новосильский он являлся старшим офицером и одновременно командиром первой вахты Федор Новосильский выпускник морского кадетского корпуса в Петербурге боевой офицер который смичевно начал службу на Черноморском флоте значит прекрасно образованный прекрасно подготовленный ну и забегая вперед скажу что из всех офицеров брига Меркурий его ждала в будущем самая блистательная карьера мы потом еще об этом поговорим третий по списку из офицеров брига Меркурий был командир второй вахты лейтенант Сергей Скорятин тоже выпускник морского корпуса достаточно уже опытный офицер который по службе характеризовался положительно четвертую позицию занимал командир третьей вахты мишман Дмитрий Притупов вот относительно Притупова известно очень немного но наши писатели историки его почему-то не любят дело в том что в книгах о бриге Меркурии которые издавались в советское время всегда пытались выстроить некую еще какую-то социальную такую вот лестницу среди офицеров судна причем самая незавидная роль такого вот Борчука почему-то доставалась всегда вот этому бедному мишману Притупову основанием для этого было только одно что помимо денщика он еще имел при себе крепостного человека ну как слугу который его тоже обеспечивал занимался какими-то бытовыми вещами и вот значит поэтому наши писатели всегда писали что Притупов такой Борчук он такой значит олицетворение вот этого помещичьего значит барства вот притеснения крепостных крестьян и так далее хотя на самом деле наличие вот личного слуги ни о чем не говорит оно говорит только о том что его родители были ну скажем достаточно состоятельными помещиками и могли немного облегчить бытовую жизнь корабельную своему сыну да все мы в свое время читали знаменитую повесть Пушкина капитанская дочка и помним главный герой положительный герой кстати Гринев отправленный на службу с ним был тоже отправлен дядька значит которого матушка Гринева наставляла с тем чтобы он присматривал за ее отпрыском значит отвращал его от каких-то плохих привычек вот а значит помогал ему во всем и наставлял его на путь праведный ну и вполне я допускаю такой вариант что именно Притопову его матушка тоже значит как сказать пристегнула такого же дядьку который наблюдал над ним значит там забирал у него карты если тут будет заниматься игрой в карты ничего не проигрывал а занимался службой хорошо себя вел ну и матушка тоже все время информировала о том как дела у ее сына вот ну и пятый офицер это штурман Брига Меркурий поручик корпуса флотских штурманов Иван Прокофьев тоже очень интересная личность из бедной семьи значит он только вот в чине поручика получил личное дворянство такое выслуженное тоже никак чего там недвижимости недвижимости у него никакой у Прокофьева не было из очень бедной семьи очень хороший служака он также закончил вот Николаевское училище вот штурманское но видите Казарский был дворянин все-таки и его как сказать направили уже на службу таким вот линейным офицером строевым офицером а Прокофьев заканчивал класс скажем недворянский вот где были там мещане вот и поэтому он был уже обречен быть в корпусе флотских штурманов надо сказать что корпус флотских штурманов это была особая такая особая структура в тогдашнем российском военно-морском флоте штурмана не являлись строевыми офицерами они отвечали только за навигацию вот не имея никакого отношения к парусам поэтому они считали офицерами второго сорта ну была даже такая презрительная кличка их называли халдронами на линейных кораблях они даже столовались отдельно за отдельным столом от остальных офицеров была такая даже присказка презрительная что штурман дальше от комода штурман чашку разобьешь ну типа что вот они такие неуклюжие не обладают никакими светскими манерами и вообще ну такое отношение было в основном на больших кораблях на линейных где какая-то компания там насчитывала там 20 чем-то а то и 30 офицеров на маленьких судах все-таки отношения были более тесные более товарищеские более такие вот ну скажем дружеские и поэтому впоследствии вот историки писали о том что в общем-то к Проковьеву все относились очень хорошо тем более что Казарский сам закончил Николаевское штурманское училище никаких таких вот марморальных притеснений он не испытывал это был такой уже тесный спаянный боевой офицерский коллектив вот который принял Казарский вот и многих офицеров на Васильской Проковье он еще знал по ранней службе они сталкивались на других судах вот они все уже были как сказать одним целым которое военно-морском флоте всегда определяется таким коротким но емким словом экипаж вот это был настоящий экипаж брига Меркурия перед теми решающими событиями которые должны были произойти в мае 1829 года во время разведывательной операции отрядок судов Черноморского флота о том что произойдет дальше непосредственно о событиях 14 мая или по новому стилю 29 мая 1829 года мы узнаем в нашей следующей телевизионной передаче пока я с вами прощаюсь с вами был писатель-историк Владимир Шивин Редактор субтитров Корректор А.Егорова